Сегодня мы посетим планету обезьян. Ну, или как правильно говорят, деревню обезьян. Первое, с чем мы сталкиваемся, это живописная дорога. Если ты любишь Голландию, королевство Нидерландов, Бельгию, Фландрию, Волонию, если такие слова для тебя важны, трогают твою душу, то дорога сюда – это просто наслаждение, это просто кайф. Я ехал, а я сейчас так во душе велся. Я из Латвии. У нас нет ничего подобного. И здесь, понимаешь, дьявол в мелочах. Ты смотришь на маленькие вещи и кайфуешь. Вот эти маленькие вещи, они делают твое большое настроение. Итак, мы сейчас у входа в деревню обезьян. Ну и пошагово тебе расскажу, что тут есть интересного и чем тут заняться. Напомню, что у нас путешествуем, мы путешествуем группой, и мы, несколько семей, мы ориентированы на детские эмоции. У нас разного плана дети, там, допустим, от 5 лет до 18. Но для нас главная детская эмоция. Именно поэтому мы в Нидерландах, это поэтому мы здесь, в планете обезьян. Ну или в деревне обезьян, как правильно. Друзья, всем добра и позитива. С вами Владимир Волошин. И сегодня мы рассмотрим семейное путешествие по Европе. Мы проедем несколько столиц Европы, самые злачные места. Путешествие рассчитано на детские эмоции. Это низкобюджетное путешествие. Пожалуй, самое дешевое путешествие, которое только себе можете позволить. Мы посетим Париж, Бельгию, Амстердам, Брюги, Монс и парочку секретных мест. Разумеется, цель нашего путешествия, чтобы наши детки своими глазами видели Европу, а не по телевизору. Чтобы пропаганда на них практически никак не влияла. Посетим парки аттракционов, зоопарки и самые-самые топовые места. Для чего делают взрослые? Конечно же, отдохнуть от суеты, для чего мы берем своих детей в дорогу, чтобы они видели ту прекрасную Европу, после посещения которой бесполезна любая пропаганда. Низкобюджетное путешествие с Владимиром Волошиным. Итак, поехали. Сейчас вас ориентирую, конечно же, по цене, но можно купить билеты онлайн, они будут примерно на 20-30% дешевле. Можно подойти вот сюда, к этой стоечке, и сделать одну такую хитрость. Если вы из бедной страны, то здесь в зависимости от того, сколько лет ребенку, и варидируется цена. И сэкономить можно где-то до 20 евро, 20-30 евро. Парням с Украины, это прямо то, что доктор прописал в это время. Поэтому подходим сюда, смотрим, как это работает, смотрим ваш возраст детей, регулируем его в телефончике, оплачиваем и заходим, пикаем. Не забывайте, что это цивилизованная страна. Если посмотреть здесь количество людей с ограничениями, старые люди другой культуры, других там ценностей в жизни. Это здесь все объедено, все нормально, здесь на позитиве. И человек, который проверяет билеты, он не жандарм, который хочет прям педантично до всего придраться. Это не Германия, не Украина и не Россия, да? Это позитивная страна. И если человек видит, что вы там с Украиной, у вас с деньгами не очень хорошо, и он понимает, что вы занизили стоимость билета, вас не тронут, вас пропустят. Делайте так смело. Потому что каждый раз экономить на каждом таком парке по 30 евро, все-таки в семейный бюджет, это хорошее пополнение. Поехали. Поехали. Просто запустить обезьян в клетку, это вот прям в любом зоопарке, аквапарке. А здесь придумали другую историю, здесь вы не увидите ни одной клетки, понимаете? Обезьян, например, многие не плавают. Вместо клетки сделаете ров, и она никогда к вам не приплывет. Но когда вы ходите здесь, здесь что интересно сделано, ландшафт. Если вот вам нравится, грубо говоря, ландшафт, вы понимаете, в ландшафтном искусстве, то здесь можно даже развесить фотографии обезьян, и ходить просто изучать растения. Потому что количество всяких бамбуков, рододендронов и прочей фигни здесь не просто зашкаливает. Здесь очень антуражные инсталляции. Сейчас промозгло, и обезьянины начали прижиматься друг к другу, чтобы согреться. Но потом кто-то вытащил банан, и пошла совершенно другая игра. Алиса, давай, сейчас она переползет сюда. Все очень цивилизованно и очень безопасно. Не получается так, что как, знаете, где-нибудь там в Индии, вы хватаете этих обезьян, укусят они вас, не укусят, антисанитарии и так далее. Все мега продумано. Дети получают такую энергию, что дети, взрослые, получают такую энергию, что просто круто. Просто. То есть, помните, когда я говорил, два часа или целый день, сейчас льет дождь, ливень, все мокрые. Но все на таком позитиве, все в таком релаксе. Не хочется уходить. Хочется идти, идти, идти. И каждый раз новые обезьянки, новые контакты. И дети от этого просто кайфуют. Я сам из Латвии. Если у нас в Латвии миллион евро ты заплатишь, ты такой молодцы, не получишь. За этим надо ехать сюда. Продолжение следует... Продолжение следует... Царь, он под крышей, это его трон. А, он еще и под крышей. Это его трон? Да. А это что? Нет, не похож на тебя. Пусть у всех его апьет. Продолжение следует... 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 не только коляску подошел вперед стой по солнышку чтоб солнышко мы посещение деревни обезьян смотрите до этого приезжали сюда наши хорошие знакомые они не учли одну особенность особенность нидерландов дело в том что здесь идет дождь допустим два часа а потом резко солнце это нормальная ситуация когда идет дождь и солнце и вы должны свое посещение миксирушировать следующим образом если идет дождь то такая промоклая погода и получается что в этой промоклой погоде обезьяне не хотят к никакого контакта и наши знакомые которые были здесь у нас до этого с ними случилось какая интересная ситуация то ли это место но но они сказали мы не увидели обезьян обезьян было очень мало если дождик или влажная погода они все спрятаны вы их практически всех не найдете поэтому в это время надо как-то организовать так маршрут чтобы вы были где-то под крышей может быть вы кушали может еще что-то и мы грамотно сделали следующее мы в это время пошли просто покушали примерно два часа была непогода лил дождик отделе курточки дождевички дождик закончился вылезла солнце вылезло такое количество обезьян мы даже не ожидали у нас было все обезьяны на головах они с детьми целовались они ворвали у нас всякие вещи штучки дрючки эмоции наши знакомые увидели что дождик подумали что погода испорчена ничего хорошего не будет и у них не совсем получилось это мероприятие но этот нюанс я вам подсказываю если едете в нидерланды с собой обязательно дождевичок не зонтик а дождевичок здесь нету сильных дождей здесь дождите такие мелкодисперсионные поэтому одежда которая намокла она на тебе же высыхает ничего там страшного нету но такая промозглость идет и животные это чувствуют и прячется вот это пожалуйста учитывайте для того чтобы посещение данного места было излишне эмоционально то есть у нас это все на высокой эмоции но должны понимать что мы профессионально организовываем эти туры и даже в этом месте мы не первый раз эти нюансики мы знали а с вами делюсь посещение деревушки обезьян надеюсь вам было полезно если полезно сложный лайк и до новых встреч а мы отправляемся в амстердам а впереди у нас еще будет диснейленд и еще будет несколько интересных локаций если вы на этом пути то надеюсь эти видео приносят вам какую-то пользу я их подпишу в плейлист и можем нажать и разобрать каждый маршрут на каждый день со всеми нюансами и деталями а если ты путешествуешь большой семьей то эти нюансы и детали они очень важны потому что все таки бюджета у всех не резиновые такие путешествия не как правило ну а иногда обходится не совсем дешево с вами был владимир на сегодня все всем пока